Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Мы продолжаем изучать послание к Ефесинам. Сегодня мы будем продолжать 4 главу. Поскольку стихи очень взаимосвязаны между собой, для того, чтобы нам восстановить как-то в нашей памяти, в нашем сердце, я бы хотел предыдущие рассуждения, которые были прошлую пятницу, я хочу начать читать сегодня все-таки седьмого стиха. Мы проходили уже большую часть для того, чтобы восстановить нашей памяти. Итак, 4 глава, седьмого стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Вошел, что означает, как не то, что он нисходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все прием в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Братья и сестры, вот перед нами это послание, эти тексты. Я бы сказал, что это план строительства, это чертеж, духовный чертеж для строительства новозаветней церкви всех поколений, всех времен, для всех континентов. Вы знаете, что меня поражает, когда слушаем наши рассуждения, сам готовлюсь, слушая и братьев, которые проводят разбор. Удивляюсь, братья и сестры, вот этому замыслу Божию. В прошлую пятницу Денис рассуждал о том, что Христос дал дары определенные. И для этого, чтобы наделить церковь дарами, не просто Христос пришел и говорит этому дар, этому дар, или в каком-то другом формате это все преподнес. Мы прочитали, что Он вошел на высоту, пленил плен. То есть, когда совершил акт спасения, совершено было искупление рода человеческого. И когда Христос вошел туда, на небо вернулся, братья и сестры, это было триумфальное возвращение Христа Господа в славу. И через Духа Святого Он посылает. Потому что Писание говорит, что Он распределяет особо, как Ему угодно. Он доверил ту миссию, как бы. Он отделяет дары. Это не просто, знаете, где-то какое-то поверхностное, простое. Это величайшее событие. Братья и сестры, для того, чтобы наделить церковью дарами, мы прочитали здесь тоже место Писания. Несшедший Он есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. А в девятом стих, а вошед означает, как не то, что Он не сходил прежде в преисподние места земли. Казалось бы, а это для чего? Братья и сестры, для того, чтобы наделить церковь дарами, избрать апостолов, пророков, пастырей, учителями, Он, оказывается, и туда снизошел. Все это, братья и сестры, для нас не всегда понятно, потому что настолько это величество, настолько это в таком объеме во вселенной, братья и сестры. Но для меня лично показывает, что это имеет огромное значение. Это очень важно, к этому нужно прислушаться. Второе, что, знаете, обращает внимание, братья и сестры, что ведь оригинальными получателями этого послания были Ефесская церковь, правда, в одном лице вначале. То есть, что получается? Мы говорим, это чертеж Божий для домостроительства церкви. Христос когда-то сказал, что «Я создам церковь мою, я построю, я создам, я буду созидать эту церковь». Если мы слышали, апостолы слышали это слово, наверное, вопрос, а как это вообще будет выглядеть? Что собой представляет созидание церкви? Какие-то действия, события? Что люди, которые находящиеся в этой церкви, должны будут делать? Много же вопроса, правда, возникает. Братья и сестры, и я удивляюсь, опять-таки, вот это, на что за этим стоит Господь, Он отзирает. Какой огромный труд! Простые люди, братья и сестры, а Христос говорит, не переживайте. То, что я написал, может, Ефессиный, Ефесская церковь читала, и не понимали, что это означает до конца. Ведь далеко, братья и сестры, когда мы читаем вот эти дальнейшие стихи, они очень сложны для нашего простого понимания, просто нашим умом. А ведь Бог и видел всю эту землю, на всех континентах, эти обращенные люди. Это не будет какой-то, знаете, свободный формат общения. Люди собрались, построили здание, приходят сюда, что-то делают, о чем-то говорят, куда-то ездят. Абсолютно нет. Все абсолютно должно было подчинено определенному Божьему порядку. И для этого Божьего порядка, для того, чтобы в конечном результате, на земле, в протяжении вот этих почти две тысячи лет, была образована церковь, люди обращались к Богу из мира этого, из тьмы, приходили, собирались вместе. И Бог посылает определенные группы людей, которые должны выполнять свое служение, свою работу, для того, чтобы вести дальше их зрелости. И это удивительно, братья и сестры. Знаете, прекрасно вот наблюдать, я читаю это послание, выникаешь стих за стихом и смотришь прошедшее, братья и сестры. И удивительно, Бог Христос исполнил обещание. И сегодня мы видим уже, братья и сестры, о том, что действительно, как существуют функционеры церкви. Есть определенное ясное понимание, учение, наставление, есть определенное служение. И мы в прошлый раз отмечали о том, для того, чтобы совершить как бы созидание церкви, ее основание, он избрал, как бы две такие группы людей входят. Первая группа людей, это были апостолы и пророки. И они были призваны, их была особая, исключительная миссия. Что именно? Три очень кратко напомню, очень важных служения, или задачи эта милая группа – положить основание церкви. Братья и сестры, никому Бог не доверил, только этой две группы людей – апостолам и пророкам – положить основание церкви. Если мы коснемся немножечко подтверждения этой мысли, я где-то, может быть, повторяемся, мы, братья и сестры, простите, но так мы устроены, мы склонны забывать. Я хотел бы просто, чтобы это было соединялось, вот это у нас было ясно, несмотря кто здесь, молодые люди, молодежь, люди старшего поколения, было правильное понимание церкви, почему мы здесь. Почему мы проповедуем? Почему делаем то или иное, братья и сестры? Это не наше собственное понимание, мы подумали, ну так решили, будем делать. За этим стоит, опять-таки говорю, мне нравится это слово – чертеж. Чертеж для домостроительства церкви. И вот они были положены, должны были положить основание церкви. Каким образом? Послание Фестинам, я снова напомню, 2 глава, 20 стих. Если, братья и операторы, сегодня много будем открывать текстов, пожалуйста, следите за этими текстами. «Быв», 20 стих 2 главы Ефестинам, да, «быв», чуть выше, 19-й, «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане, святыми свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков». Братья и сестры, пророки – это не проповедники какие-то, знаете, простые. Это была особая группа людей, которым было открыто Слово Божие. Везде стоит союз, они вместе идут. Апостолов мы знаем, казалось бы, но пророки, может быть, не настолько известны, хотя мы встречаем деяния апостолов, названия, имена известны, дошли в Писание. Но им тоже было положить основание церкви. Откуда, вот почему Христос 3,5 года избирает людей, простых рыбаков, и учит, и наставляет их, и передает это Слово, и дает особое откровение не от их мудрости, братья и сестры, а потому что они получили от Господа. Потом избирает еще 13-го апостола Павла, апостола Язычника, и дает ему особое откровение для церкви. И вот поэтому он говорит, что вы не просто так здесь. Вы были пришельцы, чужие, но вы уже сограждане своим Богом, и вы как бы вас привели в правильное положение. Знаете, подобно как люди потерялись на хайвее где-то, и не ищут дорогу, сбились с путем, говорит, вот на этой дороге езжай, ты дойдешь до цели. И здесь то же самое, были утверждены на основании апостола и пророков, имея самого Иисуса Христа краегольным камнем. Правда, настоящее фундаментальное основание, на которое можно положиться, ну, если Господь краегольный камень, и если ты избрал этих 12 пророков и дал им это слово, и так они положили основание церкви. Второе, что у них была задача, это применять откровение Слова Божия и провозглашать его. Не просто только основать, организовать, но, опять-таки, у них был инструмент, у них были вот эти рычаги мощные, которым они могли менять характер, сердца, жизнь людей. Братья и сестры, интересно наблюдать, особенно в церкви, которые из новобращенных людей. В нашем зале есть люди, которые, скажем, находились все время в церкви, которые были новобращенные люди, кто тесно мог видеть, общаться с ними. Да были, просто снялись руки поднимать. Мы с такой церкви пришли с Людой, последние вышли с большой церкви, когда организовалась новая церковь, то есть мы были у истоков ее, как бы, созидания, труда и служения пять лет. Я вспоминаю, все у нас, 99% людей, это были с мира. Понимаете, как с мира приходят люди с каким багажом? Жизнь и опытом, семейных проблем, характера, грехов и все прочее, конфликтных всяких моментов, плюс наследственное что-то. И как прекрасно, братья и сестры, наблюдать, что изменяет их, что преображает их, братья и сестры, каким инструментом церковь владеет для того, чтобы этих людей изменять на протяжении определенных, шаг за шагом, служения за служением, из года в год, братья и сестры. Слово Божие, мы будем об этом тоже немножко касаться. То есть то же самое делали апостолы. Апостолы, они применяли это Слово Божие и провозглашали его. И третье, что они делали, братья и сестры, они утверждали это Слово особым методом. Братья и сестры, чем была особенность новозаветней церкви? Помните, кроме того, что апостоли проповедовали Слово, что было особенного, что действовало на людей? Что Бог дал, какую власть апостолам? Правильно. Чудеса и знамения, братья и сестры, кроме того, что апостолы обладали властью, проповедовали Слово, Бог дал им еще и силу для чудес и знамений. Ну давайте откроем, посмотрим один хотя бы стих за не менее времени. Послание к евреям, 2 глава, 3-4 стих. 2 глава евреям, 3-4 стих. Откроем, давайте посмотрим. То, как он говорит, то как мы избежим вознерадив этого ликом спасения, который был сначала, обратите внимание, проповеданным кем? Господом, в нас утвердилось, слышавшим от Него, и потом дальше, 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Братья и сестры, вот ответ на вопрос, вот где место, в общем-то, чудесами и знамением. Вот происходит немножко неразбериха, порой, знаете, и в прошлом веке, и в этом веке. Есть люди, которые стремятся вернуть то, что было когда-то в начале, вернуть его в первоначальном состоянии сегодня. И говорят, ну где же эти знамения и чудеса? Ведь апостолы творили дела такие великие, да? И исцеляли, и воскрешали, и было действительно знамение. Возникает вопрос, то есть неразбериха в людей просто, непонимание того Божьего плана строительства, домостроительства в церкви. Вот тогда оно было положено, это особое было для того, чтобы люди увидели, что это Господь, что это не их способность. Потому что не было еще окончательно распространено Евангелие, написанное Слово Божие, как мы имеем сегодня. Просество, для Господа ничего трудного нет, Он и сегодня производит и чудеса, и знамения, когда это нужно. Но в таком масштабе, в такой силе, как это было, братья и сестры, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами. И люди обращались, потому что это было особое время. Утверждалось это слово. Братья и сестры, при завершении апостольской эры, или служении апостолов и пророков, Братья и сестры, сегодня уже нет апостолов и пророков, которые находились в основании церкви. Ихняя миссия выполнена и закончена. Поэтому если кто-то претендует сегодня на роль апостола, это лжеапостол и лжепророк. Какую дальше мы видим группу людей, что апостол Павел открывает церкви нам с вами? Он открывает другую группу людей, которым Господь поставил в церкви. Смотрите, мы прочитали. И Он поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырей, учителями. В прошлый раз, я еще раз повторюсь просто, Денис говорил, евангелисты-то проповедуют, которые в мире, да? Человек проповедует в мире, призывает людей ко Христу. Люди, услышав слово истины, благовествования, спасения, откликаются, обращаются к Господу, приходят в церковь. Кто над ними должен дальше работать? И вот дальше апостол Павел говорит, пастырь-учитель. Вот в нашем русском синодальном переводе стоит пастырь и учитель. В оригинальном греческом языке стоит пастырь-учитель. Нету союза. Это пастырь, это учитель. Если пастырь не может учить, он не пастырь. Это его прямая ответственность. Учить, заботиться, питать народ Божий. Безусловно, мы говорим, если в учительстве разные функции могут быть человека. Разные может быть, знаете, для школы, для сестер, для... Но в целом мы встречаем в оригинале написанном пастырь-учитель. Он выполняет функции заботиться о стадии Божьей, питает, вразумляет и выполняет роль пастыря-учителя. И мы видим, что огромная ответственность, конечно, вот смотрим деяния апостола в других посланиях. Апостол Павел заботился о том, чтобы были в церкви пастора, которые заботились о стадии Божьей. Интересно, когда мы смотрим, вот немножко характеристика, несколько очень буквально, некоторые моменты хотелось бы отметить о роли пастора. 1 Тимофея, 3 глава, 1 стих, вот давайте откроем. 1 Посланник Тимофея, 3 глава, 1 стих, где апостол говорит такое слово. «Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает». И вот дальше посмотрим в 5 стих, вот 3 глава, 5 стих. Он пишет так, «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли, что делать? Пищись». Слово «пищись» – это старославянское слово. «Заботиться». «Заботиться о церкви Божьей». Слово стоит «заботиться», «охранять», «наставлять», то есть вот «забота». В Послании к Титу тоже, в 1 глава, 7 стих, интересно, тоже стоит это слово. Послание к Титу, 1 глава, 7 и 9 стих, если можно, давайте откроем. Он дает характеристика, «Ибо епископ должен быть». Идет его перечисление характеристики епископа. И дальше он должен быть силен, 9 стих, он должен быть силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Братья и сестры, вот показана роль, назначение и качество служителей. Пастор-учитель силен наставлять в здравом учении, противящихся обличать. Братья и сестры, мы понимаем, во все времена церковь проходила особым периодом. Братья и сестры, во все времена были не только гонения, но больше опасности для церкви представляли это лжеучения, которые проникали в ветроучения. Различные люди, которые приходили под видом пророков, под видом различных, приносили какую-то философию человеческую или еще что-то. И поэтому ответственность служителя, он знать Писание, наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Интересно, что наставление означает призывать ближе. Вот это слово «наставлять» силен наставлять. Вот в оригинальном языке наставление означает призывать ближе. Понимаем, когда люди далеко, мы говорим, братья и сестры, пройдите немножко вперед, пройдите ближе. Это слово всегда употребляется призвать поближе людей, ближе к истине, ближе ко Христу. И наставление, оно состоит из нескольких элементов, братья и сестры. Силен наставлять. Что это значит? Оно обладает несколькими качествами, состоит из нескольких элементов. Прежде всего, это убеждение. Братья и сестры, если истину просто проповедовать, да вот так, вы знаете, я так думаю или догадываюсь, или может быть. Братья и сестры, что это за наставление будет? Нужно иметь способность убеждать людей, что это действительно истина. Нужно самому быть в этом верить, правда. Нужно пронизанным быть, пропитанным в этом быть, убежденным быть. Поэтому там не будет результата, не будет эффекта, если пастор, учитель не обладает этим пониманием и верой в истину, что это божественная истина. Ну, давайте посмотрим Деяние, 2 глава, 14 стих. Деяние, 2 глава, 14 стих. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сиеда будет вам известно, и внимайте слова моим. Братья и сестры, я представляю, вот Петра, когда он проповедовал. Там не было микрофонов, как у нас, не было колонок вот таких, но там написано, встав же с 11, исполнился Святого Духа и начал проповедовать. Братья и сестры, я думаю, там в словах Петра было настолько сила убеждения. Это не было его собственная сила убеждения. За этим стоял Господь, Дух Святой, правда, исполнил его. Помните, или апостол Павел, когда он проповедовал, приходит Коринфян, говорит, я рассудил у вас быть. Когда я приходил, я был в великом трепете, но я ничего не хотел проповедовать, как кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Потому что Павел сам пережил это состояние. Он был убежден в том, что Христос был распят, воскрес и умер за грешников. То есть вот в принципах Евангелия. Поэтому наставление состоит из убеждения. Второе качество наставления, оно состоит из настоятельной просьбы. Давайте мы откроем второе послание Коринфянам, восьмая глава. Второе послание Коринфянам, восьмая глава. Уведомляю вас, братья, в благодати Божией данной церкви македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубокой нищета их преизбыточествуют в богатстве их радушия. Ибо они доброходны по силам и сверхсил я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но не отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил в вас это доброе дело. «Как вы изобилуете всем верою, словом и познанием, всяким усердием, любовью вашей, так и изобилуете и сею добродетелью». Несколько раз мы встречаем это слово «просили», то есть настоятельная просьба. Помните, где апостол в другом месте, апостол Павел, он говорит, что... Пятая глава. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир второго послания, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». И 20 стих очень сильно, смотрите. «Итак, мы посланники от имени Христова, как бы Бог увещевает через нас от имени Христова. А что делаем? Просим, примиритесь с Богом». Братья и сестры, смотрите, настолько глубокая мысль, одно слово, наставление, оно включает в себя убеждение, настоятельную просьбу, когда мы обращаемся к людям. Оно включает в себя третье качество – это утешение. Утешение, когда пастор-учитель, он не только убеждает, не только просит, но он еще и утешает первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 11 стих. Давайте откроем. 2 глава, 11 стих. Обратите внимание. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». И 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство». Призыв – это тоже включает слово наставление. Когда призываем людей, и это терпеливое повторение важного учения. Братья и сестры, мы склонны забывать людей. И поэтому тоже ответственность, когда в церкви Слово Божие не только проповедуется, но еще и напоминается, чтобы снова и снова мы могли знать очень важные библейские истины. Братья и сестры, очень важно отметить, говоря о роли служителей, пастор-учитель, о том, что церковь, она при ней принадлежит пастору-учителю. Церковь принадлежит Господу Иисусу Христу. Некоторые берут на себя дерзновение и смелость и говорят, «Это моя церковь, это мое Божье стадо». И он чувствует себя, знаете, такой, как хозяин, а у него овцы. И вот он направляет куда хочет. Братья и сестры, это не библейское в корне понимание этой истины. Обратите внимание, когда мы смотрим на Священное Писание, то Библия очень четко подчеркивает, кому принадлежит церковь. Смотрите, книга «Деяния апостолов», 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь, чью? Господа и Бога, который Он приобрел кровью Своею». Братья и сестры, это не просто, не случайные слова. Это подчеркивается, очень важно, роль служителя в церкви и кому принадлежит эта церковь. Или смотрите, апостол Петр в Первом Послании, Пятая глава, когда он заканчивает это послание, в Первом Послании, заканчивает это послание, он обращается и пишет следующие слова, обращается к служителям. Смотрите, как он говорит здесь слово. Пятая глава, начало пятой главы, с первого стиха. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовый, и соучастник в славе, которое должно открыться, посите чье стадо, посите Божие стадо, не ваше стадо, посите Божие стадо, какое у вас надзирает за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». И когда яйца, пастырь, начальник, вы получите неувядаемый венец славы. Просестры, это вновь подчеркивается очень важно, что церковь нам принадлежит Господу. Пастырь может умереть, пастырь может еще что-то случиться, переехать в другое место, переизберут его, еще что-то. Церковь всегда остается Божия, Христос. Роль служителей мы уже отмечали очень кратенько. Посите, наблюдайте, питайте, ограждайте, молитесь, заботьтесь, утешайте, призывайте, просите. Это очень-очень важно. Братья и сестры, мы смотрим немножко чуть дальше в послании к Ефестинам. Какая цель, для чего вот апостол Павел поставляет вот эти группы людей? Мы отмечали апостолы, пророки, пастыри, учители, евангелисты выполняют свою работу в мире. Люди приходят в церковь, они попадают в церковь, где с ними продолжают работать служители. 12 стих «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Интересно, первое «К совершению святых». Просестры, вот здесь раскрывается очень важная такая как бы стратегия любой поместной церкви. Что необходимо делать в церкви, для чего верующие там находятся. Вот в самых простых выражениях, да, Павел как бы здесь представляет Божий план для своей церкви. Интересное слово «совершение». Уже отмечалось, что этот термин, он используется в медицине для того, чтобы исправить вывих или исправить поломанную кость. Но есть еще одно, я нашел интересное значение, это слово. Оно используется, греческое слово «катартисмос» имеет отношение к усовершенствованию или восстановлению в первоначальное состояние. К усовершенствованию либо восстановлению в первоначальное состояние. Братья и сестры, ну, каждому из нас, наверное, приходилось что-то, ну, ремонтировать. Вот что-то было разбито, что-то было надломлено, что-то было поломано. И мы хотим придать ему первоначальное состояние. Заклеить, разрушенное где-то подклеить, подштопать. Вот это очень, может, такая грубая, примитивное сравнение. Но, тем не менее, братья и сестры, вот это слово «к совершению». То есть, братья и сестры, когда альпинист, например, собирается в подъем в гору, он же не пришел, просто налегке оделся, легенькую курточку взял, рюкзачок, положил туда бутылочку воды и пошел себе подниматься там на 7 тысяч или 6 тысяч метров в гору. Правда? Он проходит определенную подготовку. Это интересно еще одно слово. Снаряжать. Снаряжать человека. Он проходит определенную подготовку, его снаряжают, его обучают. Он эпикировку получает определенную, определенную одежду. Он проходит, смотрит, что у него было в рюкзаке. Одежда, медицина, компас, телефон, там еще что-то, все, чтобы ему приходилось пригодиться в течение этого всего времени. Братья и сестры, смотрите, как Христос очень серьезно относится к созиданию поместной церкви. И в первую очередь это тоже служителям, говорит, снаряжать необходимость святых на служение, обеспечивать им необходимыми ресурсами. Не водичку здесь, не рассказывать, что произошло на той неделе или что мне приснилось. Открывай слово, пресвитер, вникай в это слово, изучай его и давай пищу людям, снаряжай святых на служение. Когда мы смотрим, братья и сестры, как апостолы относились к это. Смотрите, послание евреям. Послание евреям мы смотрим, опять-таки, вот забота апостола Павла, 13 глава, 20-21 стих. Давайте откроем. Евреям, 13 глава, 20-21 стих. Бог же мира, воздвигших из мертвых пастыря, Отец Великого, кровью Завета Вечного, Господа нашего Иисуса Христа, и 21 стих. Да, усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас, благодное Ему через Иисус Христа. Вот слово стоит, братья и сестры, усовершит вас во всяком добром деле. Братья и сестры, ну, сделайте просто доброе дело. Нет, говорит Павел, я хочу, чтобы Бог сделал вас лучше, усовершил. Братья и сестры, приходим ко Христу. Мы, как мы говорили, особенно, может быть, это ярко видно в людей неверующих, которые с мира приходят. У них багаж. И вот вся эта работа, вся последующая жизнь, она приходится на то, для того, чтобы людей изменять, возвращать то, что Господь когда-то совершил. Братья и сестры, да и мы, люди возрожденные, братья и сестры, получив новую жизнь, получил Духа Святого, братья и сестры, у нас еще тот опыт, прошедший жизнь, и он давит характер, привычки, образ жизни, может быть. И он всегда будет сопровождать наш этот ветхий человек, братья и сестры. И вот поэтому постел Павел говорит, что для совершенства, изменения, преображения в образ Христа. Интересно, в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, здесь апостол Павел тоже говорит об этом, что вы были, первая глава, 10 стих, если можно открыть, первая глава, 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы были, чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». Братья и сестры, это слово «соединены», в оригинале, в греческом языке стоит то же самое слово «совершенны», «изменены», то есть «исправлены», «соединены вместе». Помните, мы говорили, что используется слово в медицинском термине, когда что-то надломано, нужно «исправить», «восстановлено». Так вот здесь он дает наставление, говорит, чтобы вы, братья, были восстановлены в одном духе и в одних мыслях. Интересно, братья и сестры, для совершения святых, для вот этого изменения, Бог предоставил четыре основных средства. То есть это не просто так, вы знаете, служители церкви говорят «совершенствуйте», «совершенствуйте», ну как бы, знаете, просто призыв не ограничься, нет. Бог позаботился, дал такой инструмент специальный, каким образом это совершенство должно проявляться в нашей практической жизни. И вот мы видим, очень кратко остановимся, у нас есть несколько минут, кратко остановимся над четырьмя основными средствами. Братья и сестры, средства, которые мы давным-давно знаем, ничего нового, братья и сестры, Бог нам не открыл, потому что это уже существует изначально. Мы просто посмотрим, братья и сестры, настолько это действительно подтверждает. Первое, братья и сестры, какое это средство, давайте все вместе, какое это средство, самое эффективное. Громче. Слово Божие, братья и сестры, ничего самоэффективного нету, все Писание, смотрите, 2 Тимофея, 3 глава, 3,16, самый золотой стих Библии, как бы, можно сказать, новозаветнего чертежа Божия, 3,16-17. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, и стоит слово третье, для исправления. Слово исправить. Помните, опять медицинский термин, совершенство, вот это слово, которое здесь стоит в грешском языке, исправить то, что было надломлено. Я неправильно понимаю, я неправильно поступил, мне нужно исправиться в моем отношении к служению, к слову Божию, к молитве, к моему брату, к тем или иным многим вопросам. И только Писание может исправить, для исправления, для наставления в праведности. Я один только просто привожу пример. Второе средство, братья и сестры, это то, что дается нам для каждого в отдельности. Помните, апостолы сказали, нехорошо нам, братья, пищись о столах, потому что мы только и будем пищись о столах, а со мной мы не сможем делать. Нужно избрать служителей, которые будут за... А мы в чем пребудем? А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И вы знаете, это действительно эффективное средство для исправления. И когда мы смотрим, интересно, апостол Павел приводит в пример одного человека. Я нашел Епифраса, который занимался этим постоянно служением. Если мы посмотрим послание Колоссиным, 4 глава, 12-13 стих. Смотрите, он пишет так здесь. «Приветствует вас Епифрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах». Для чего, братья и сестры, Епифрас молится? Чтобы вы что прибыли? Совершенные. Исполнили всем, что угодно Богу. Я вот представляю, это Епифраса, который молится. Не просто молится за близких, родных, за благословение в дорогу, за погоду. Нет. Интересная молитва, да? Он молится, Господи, благослови эту церковь в колоссах. Сделай, чтобы у них были вот это изменения, то, что мы говорили, прибыли совершенные. Исправились, другими словами. То, что надломилось, что было нарушено, исправились. Обратите внимание. И в 13 стихе. «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, и о находящихся в Ладике и Иераполе». Братья и сестры, я поражаюсь, какой-то простой человек Епофрас. Но ему настолько было открыто тайно домостроительство церкви. Он четко понимал стратегию, настолько он хорошо разбирался в Божьем чертеже, что он знает так, я – это не мое. Там апостол Павел учит через слово. А мое дело, я молиться буду, чтобы церковь не только в колоссах, но в Ладике и Иераполе, чтобы они исправлялись, чтобы Бог изменял. Братья и сестры, интересное средство, правда? В третьем мы видим средство совершения – это испытание. Средство для того, чтобы мы исправлялись и совершенствовались, братья и сестры, чтобы Бог восстанавливал то, что у нас разрушено. Бог говорит, у меня еще одно очень важное средство. Это испытание. И это ответ на многие вопросы, братья и сестры, кто проходит сегодня испытание. Давайте откроем вместе с Иаковым 1 главу 2 по 4 стиха. Помните, Иаков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, читать нужно испытание, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Для чего нужно терпение? Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Братья и сестры, вот для чего апостол Павел, обращайте внимание только на одно, он поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых, к исправлению, к изменению, к преображению. Вот смотрите, настолько мы видим, выстраивается вот эта логическая такая цепочка, последовательность, что Бог делает в жизни по местной церкви. Поэтому, когда приходят в нашей жизни испытания, трудности, переживания, Иаков говорит, братья, вам шанс дан, принимайте с радостью. Почему? Да потому что, зная, что испытание вашей веры, оно будет производить терпение. А вот терпение, не просто какая же цель терпения, ну терпеливый стал, хожу с таким терпением, где реализовать терпение. А терпение должно иметь совершеннодействие, чтобы были в совершенстве во всей полноте, во всякого недостатка. Братья, сестры, кто использует это средство для себя, тот действительно приобретает, братья, сестры, вот исправляется там все. Тот невидимый руки хирурга духовного трудится в нашей жизни, нашим характером, над нашей жизнью. Шаг за шагом Бог производит, братья, сестры, и не это мне еще недостаточно средства. Мудрый чертежник, тот, который созидал церковь, которую видел, братья, сестры, нас с вами, он говорит, у меня есть еще для вас последнее. Четвертое средство, которое вам очень поможет достигать вот этого, снаряжать святых, чтобы они были совершенны. Знаете, какое это средство, братья, сестры, которое мы не очень любим, но не нравится нам. Мы избегаем его, мы готовы просить и молиться, Господи, благословить тех, кто испытывает сейчас страдания. А нас лучше эти страдания пусть минуют, правда, потому что это нелегко, когда это в жизни постигает страдания любой формы, любом, братья, сестры. Это нелегко, мы должны признать, но не необходимо. Петр очень солидарен и понимает, братья, сестры. Вот они, если бы стояли с Павлом, да, это удивительно, вот показано, они бы не спорили между собой. Знаете, бывает, как бы открываем чертеж, я не очень хорошо разбираюсь. Если, скажем, план дома, можно определить, это гараж, это будет бейсмент, это будет там бедрумс, это будет бэсрум, это ливинрум, ну понятно. А если чертежи такие, знаете, на огромные-огромные, скажем, там 50-60 этажей, и вот такая пачка, и человек, который не понимает, говорит, да ничего не разбирается, а кто-то берет, говорит, все четко видит. Братья, сестры, вот чертеж апостол Павел и апостол Петр, они хорошо понимали, потому что они имели эти чертежи, они понимали, о чем идет речь. И вот смотрите, апостол Петр в первом послании, 5 глава, 10 стих, пишет такие слова, «Бог же великой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим, что сделает, братья и сестры? Да совершит вас». Братья и сестры, вот это слово, мы можем его тоже заменять, братья и сестры, помните, опять напоминаю, что этот термин употребляется, как в медицине, надломилось. Нужно исправить. Или, как мы говорили, его используют в том, чтобы вернуть первоначальное состояние, то, что было разрушено где-то. И вот здесь он пишет, что «по кратковременном страдании вашим да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает вас какими непоколебимыми». Братья и сестры, настолько ценность страданий, оказывается. Я сегодня читал, готовился, читал за свидетельство одного человека, которого посетила очень тяжелая болезнь. Ему врачи как бы объявили приговор о том, что твоя болезнь, она была, канцер, рак, и оно неизлечимо. И вот пастор пишет свидетельство за своего брата во Христе, который находился в этой церкви. За только полгода, говорит, я знал этого человека, не всегда было легко с ним беседовать, совладать, много трудностей. Знаете, был бы как бы заноза в моем теле, говорит, всегда от него страдали. Но он говорит, Бог его посетил болезнью. И вот интересно, через страдания я видел как бы день за днем, шаг за шагом, как Бог исправлял в нем. Ведь жизнь-то в нем была, ведь это был рожденный свыше человек. Но вот тот характер, то его яд, твоя его гордыня, его, знаете, его характер, он всегда мешал и себе, и другим. И через эти страдания я видел, как бы жизнь его угасала. Но каждый день он смирялся, он преображался. Братья и сестры, настолько-то действительно, говорит, вот этот стих, он говорит, что по страданию, кратковременном, да совершит вас, то есть да исправит. А после этого Бог не просто исправляет, он что делает? Он утверждает. Он не просто оставляет, он утверждает. Потом он укрепляет. Да соделает непоколебимыми. Я приведу пример, что мы пытались что-то, может быть, когда мы разрушены, самим что-то исправить, да, чтобы как-то. Но это по-человечески. Братья и сестры, если Бог что-то восстанавливает, то там восстановлено уже непоколебимо. Там виден уже почерк Божий. И вот пастор приводит пример из этого человека, что когда Господь подвел его, он уходил в вечность совершенно другим человеком, который любил Господа, любил всем сердцем, любил церковь. Бог в нем достиг вот этого совершенства. Братья и сестры, мы не будем, наверное, продолжать, осталось несколько минут. Но дальше мы находим, братья и сестры, это еще не все. К совершению святых, то есть к изменению, к преображению, к изменению, к восстановлению. А далее еще поставил Господь служителей на дело служения снаряжать для созидания тела Христова. Для чего? Какая цель? Если нету цели, то зачем это все, вот этот план, вот этот чертеж? Доколе все приемы, обратите внимание, это касается не просто где-то в индивидуумах, доколе все приемы в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Братья и сестры, нам не уйти от этого. Поверьте, можно поверхностно просто пройтись по жизни с этим христианством, таким легким, знаете, да, Христос, это так, Евангелие. С чем окажемся в конце жизни, это вопрос. А можно углубиться, а можно этому придать значение, а можно здесь свое сердце, свой разум, а что же это такое, как оно в моей жизни должно работать? Поэтому пусть нас поможет Господь, братья и сестры, в немощи наши, братья и сестры, я не могу в совершенстве довести просто, я восхищаюсь вот этим словом. Просто я вижу, настолько оно важно, настолько оно практично для лично моей духовной жизни. Поэтому, братья и сестры, рассуждайте, молитесь, просите Господь, чтобы открывал тайны этого домостроительства. Это приносило нам благословение. Пусть Господь прославится в нашей жизни. Аминь.